Привет! Это очередная новая рубрика, вступление к которой уже начинает повторяться. Сегодня мы вновь будем смотреть Машинимы с другого канала, и я, как ведущий, буду указывать на недочеты авторов при создании и давать вам советы про то, как их можно избежать. В прошлом выпуске я попросил наших зрителей прислать Машинимы, которые показались им интересными, а мы постараемся их разобрать. Что ж, некоторые прислали один и тот же сериал в одно и то же время. Я чую тут какой-то заговор. Один человек прислал нам для разбора вторую серию Дня Зет. Было смешно, но эту работу мы оставим кому-нибудь другому. Ещё некоторые кидали свои Машинимы под другие ролики, например, как вот этот парень. Можешь сделать обзор на мою Шиниму? Конечно же можем, но... Но мы просто не могли ответить иначе. Шинима, Хуиня. Хуиня. На самом деле мы просто не поняли, какую Машиниму ты имел в виду. Из всего списка я решил выбрать ту, в которой, по моему мнению, есть множество интересных деталей, что делают Машиниму лучше, даже если сам автор про них не задумывался. В этот раз на обзоре будет Машинима во вселенной Half-Life под названием Нарушитель. С автором я не был знаком, поэтому сегодня без пересказа, хотя стоит подметить, что это его единственная Машинима на канале. И да, в Машиниме была закопирачная музыка, а я не хочу снова размораживать наши счета, поэтому в некоторых моментах я заменю оригинальную дорожку. Начало сделано просто и приятно, тут мало про что можно поговорить. На протяжении всего пути камера немного дергается, это могло быть вызвано тем, что оператор тоже участвует в сцене и играет роль одного из этих персонажей. Также можно было добавить обводку или тень на текст пониже, чтобы он не слишком сливался, но его и так неплохо видно. На фоне не играет какая-то заезженная музыка, а слышны сирены и звуки шагов, хотя у Митрокопа их почему-то нет. Забегая вперед скажу, что в Машиними явно не участвовало более двух человек, а снимать в одиночку сложно, но можно, и я попробую это вам продемонстрировать. Например, такую плавную камеру вначале мы можем сделать одни при помощи аддона Catmull Roll Cinematic Camera. Сейчас я не буду давать подробных инструкций, как ими пользоваться, вы можете найти это в интернете. Да, это электронная сигарета. В принципе, ее можно было бы использовать, но только не во вселенной Half-Life. На будущее, если вы хотите сделать сцену курения, то используйте для этого пак 3, или скачайте аддон на сигарету. Разобраться в паке 3 помогут многочисленные туториалы, как на английском, так и русских языках. КАКТОРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТРТ здесь быть не должно. Автор использовал аддон на улучшенные руки, но, к сожалению, надпись действия осталась видна. Продолжение следует... Пока мы ждем развития событий, я скажу одну вещь. Так как мы ограничены в количестве людей, и съемка из рук не представляется возможной, а динамику действиям придавать как-то нужно, то я рекомендую иногда накладывать искусственный эффект тряски на постпродакшене, чтобы сцены выглядели более напряженными и не такими статичными. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С хорошей стороны, автор не стал показывать нам корявую анимацию того, как главный герой тащит тело С плохой стороны, это произошло слишком быстро Еще один запасной дубль и пара звуковых эффектов могли бы запросто это исправить Внимание наземных сил, в сообществе найден нарушитель Код окружить, кремить, усмирить Продолжение следует... Если честно, можно было бы и показать этот взрыв Для этого просто выключим ИИ, поставим пару НПС ГОшников, кинем пару раз гранату и готово Для лучшей операторской работы снова используем катмул ролл Нехило так мужик улетел согласить А вообще смерть тоже довольно просто сделать Ставим таким же образом НПС и стреляем из дробовика На этом машинема заканчивается Эффект в конце мне очень понравился Какой урок можно вынести из этой машинемы? Вейпы убивают На самом деле мы посмотрели нормальную машинему Она не режет глаз, все что нужно для комфортного просмотра там имеется А именно звуковое сопровождение, не лагающая картинка, ну почти И нормальное повествование Ни один аспект не выполнен из рук вон плохо и не тянет за собой общее качество машинемы И за этот баланс мне эта машинема и приглянулась Все же автору есть над чем работать и только с опытом можно начать делать картины и качество еще выше Автор не снимает с одной статичной камеры, а разбавляет это подвижными планами И хотя их немного, но они существенно помогают восприятию Достаточно и небольшого количества разных планов, чтобы преобразить картинку Хотя стоит признать, что некоторые сцены выглядят немного затянутыми и в принципе лишними Звуковое сопровождение то есть, то нет Видимо автор поленился вставлять дополнительные звуки и решил ограничиться тем, что есть на карте И ведь даже таких стандартных эмбиентов достаточно, чтобы задать нужный тон Сценарий не тягомотный, хоть и финального экшена фактически не показали При условии, что это первая машинема автора, то лично я готов сделать скидку Если автор сейчас смотрит этот ролик, то знай, что в следующий раз я жду пострелушек Иначе минус балл Сценарий построен так, чтобы нарастить напряжение, нагнать саспенса и заставить зрителя нервничать А в финале повернуть его в шок смертью главного протагониста Однако эта концепция не работает по множеству причин Смерть главного героя произошла за кадром, а соответственно и кульминация тоже Статичность камеры ограничивает напряжение множества сцен Не раскрыт главный герой И хотя некоторым можно и не раскрывать героя, чтобы зрители начали ему сопереживать Множеству людей все равно будет плевать на смерть протагониста, что испортит впечатление от просмотра Итого я ставлю оценку машинами 6.5 из 10 и жду продолжения, где сын главного героя будет мстить гражданской обороне за смерть своего отца И плевал я на лор халфы и поле подавления Тут как бы уже вейпы показали Если вам понравился эпизод, то можете кинуть это видео друзьям там, например А можете и не кидать, я и один тут могу посидеть У микрофона был доктор Ватт и труп Макса Пэйна До встречи!